Всем привет! Я подозреваю, что эти видео смотрят люди не только из празднования любопытства, но и из желания также пойти в шат, например, в следующем году. И специально для этих людей снимаем сегодняшнее видео. Все материалы доступны по ссылке внизу в комментариях. Я же сейчас расскажу о содержимом этой ссылки, где что брать, какие книги, какие задачники использовать, какие формулы могут быть полезны. Итак, что же за материалы я набрал? Я уже рассказывал вам в одном из видео про материалы бумажные, которые я использовал, книги. К сожалению, их я всем раздать не смогу, но с электронными материалами гораздо легче. Они копируются и могут послужить еще большому количеству людей. Прекрасно. Смотрите, вот она папка. Здесь есть шесть основных подпапок и одна еще дополнительная. Первая папка – онлайн-тест. Код, который я использовал для решения задач, причем я использовал код и для алгебраических задач, то есть те, которые нужно решать скорее аналитически, но я решил, что дай-ка лучше себя проверю и засимулирую решение. Оказалось, что действительно работает достаточно неплохо. Экзамен. Здесь хранятся условия экзаменов предыдущих лет. По-моему, все, как я мог найти. Остальные вы, кстати, можете найти на GitHub и Feminema. Очень классный GitHub, которым я сам очень много пользовался и вам рекомендую. Здесь же лежат и решения задач, которые я сам написал, используя опять же Feminema и много еще других источников, которые вы, скорее всего, уже видели. Тут есть отдельно файлы по годам и есть общий файл с 2012 по 2018 годы. Есть папка Interviews. Здесь я собрал все задачи, которые мы смогли нагуглить с прошлых собеседований в ШАД. Кстати, я думаю, что с точки зрения подготовки к интервью, решение задач собеседований в прошлых лет – самый идеальный вариант. Учитывая, что здесь задач порядка 80, я думаю, что вам найдется чем заняться, когда будете готовиться к своему собеседованию. Книги. Книги, книги, книги. Здесь много очень крутых книг, которые я потом купил в бумажном варианте. Вам тоже очень рекомендую, поскольку так гораздо удобнее читать. Что мне больше всего нравилось – это, конечно, Зорич. Это, конечно, Феллер. Он здесь есть и на английском, и на русском. Кострикин. Очень классный. У нас, в случае, первые две книжки прям точно нужны. Здесь же есть и Корман. Здесь же есть и Мухапади, которым я сам пользовался, который мне пригодился. В общем, все книги, которые есть в программе Шадовской по теории, собственно, которая здесь тоже хранится, они все в этой папке есть. Поэтому сэкономите кучу времени, если возьмете их отсюда, они будете гуглить в разных местах. Папка формулы. Здесь, как несложно догадаться, лежат всякие полезные шпаргалки, которые мне пригодились, особенно на экзамен. Различные распределения. Я не очень хорошо их помню наизусть. Мне полезно иметь вот такую бумажку. Очень пригодилось. Вам тоже рекомендую. Очень прикольные трюки из Олимпиады Путнама. Из выступления одного из участников. Трансформации случайных величин. Как посчитать функцию случайной величины и будет ли она тоже являться случайной величиной. Вот в этом файле вы все подробно узнаете. Связи между распределениями случайных величин. Например, как распределены суммы двух случайных величин. Или как распределена минимум максимум двух случайных величин. Учитывая, что про это бывают задачи и в экзамене на собеседовании, очень советую ознакомиться. Страница всего-то навсего из Википедии, но помогает здорово. И, конечно, мне очень помогли тригонометрические формулы. На самом деле вот эти вот тригонометрические формулы. Потому что на одной страничке все основные есть. А их очень легко забыть. Но при этом в задачах они часто помогают. Поэтому очень советую вот этот вот листочек распечатать. И носить с собой на экзамен. Ну и на собеседовании, не знаю, если разрешать. Problem sets здесь задачи с курса по теории вероятности в факультете компьютерных наук в вышке. Очень классные задачи. Некоторые из них попадаются на собеседование тоже. Поэтому есть смысл все их прорешать. Есть еще материалы, которые я нагуглил и нашел из разных источников касательно подготовки к шаду. Но сам, честно, я ими не пользовался. Ну, собственно, все. Ну, я понимаю, тут, конечно, много-много-много-много материалов. И чтобы с ними со всеми ознакомиться, особенно если вы их не видели где-нибудь на мехмате или на физтехе, потребуется много месяцев подготовки. Но, а кто говорил, что будет легко? Я лишь говорю, что если вы со всем этим разберетесь, то шанс у вас пройти будет очень высокий. Поэтому я думаю, что игра стоит свеч. Так что терзайте, буду рад вам в этом помочь. Ссылка внизу. Подписывайтесь, лайкайте. И спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok